Всем привет! Черногория, город Будва. У нас тут шотландская погода, поэтому как раз самое время поболтать. Прогулки по старому городу пока, видите, из-за погоды дождь идет несколько дней подряд. Пока у нас не складывается прогулками, но зато есть время поговорить. Значит, ответы на вопросы, которые вы написали под первой частью видео про поездку в кратер Нгору-Нгору. Я смотрю, что Масаи не только мне интересны, много вопросов, но вот сейчас на несколько из них отвечу вам. И будем, да, таким образом, я думаю, удобнее взбивать, то есть поменьше болтовни, тогда будет оставаться на следующую часть. Да, я думаю, это удобно. Так, сразу переходим к делу. Про напитки. Что пьют? Чай, кофе, соки, молоко. Ну, вы видели, да, что у них с водой-то там не очень хорошо. Вот, например, в этой деревне жители пьют воду из того самого розоватого озера, которое совсем недалеко. Поэтому, конечно, там какой-то там чай, кофе, откуда, и они не знают, что это такое. Про соки мы вообще молчим. Масаи, кстати, к растительной пище, к фруктам относятся довольно негативно, и до недавнего времени она у них вообще под запретом. То есть они в основном питались мясными, молочными продуктами и разбавляли все это время от времени кровью. Ну, вот, кстати, помните видео, да, где они прокалывают шею у коровы, сливают с нее кровь, пьют ее или смешивают с молоком, пьют? Ну, вот я спросил, это далеко не каждый день, не каждую неделю, это бывает нечасто. Я не знаю, может быть, у кого-то там 15 тысяч коров в стадии, они себе могут это позволить, да. Но, если, например, в этой деревне, сколько вот там говорим, я уж не помню, там, кажется, коров у них меньше, чем людей, да. Ну, так коровы погибнут очень быстро, если каждый день будут прокалывать вены. Молочные продукты употребляют, в отличие от азиатов. У азиатов часто вообще неприятие, да, молочных продуктов. Делают они и что-то типа кефира, и что-то типа похожего на творог такой, да, вот, и даже какое-то подобие сыра. Но, опять же, смотрите, мы берем общее количество коров, надо их разделить примерно на 5, тогда мы получим количество дойных коров. И мы поймем, что молочных продуктов хватает тоже далеко не всем. Я думаю, это больше как лакомство. То есть, Масаи в основном едят мясо, вот, и пьют воду. Причем понимание чистой воды и грязной воды у нас с Масаями совершенно разное. Вот они с этого озера пьют воду, которую мы никогда в жизни пить не стали. Она там теплая, цветет, такая бурая с розовым отливом, да. Они рассказывали, что, ну, вот, если у тебя на десятки километров вокруг нет нормального источника воды чистой, ты будешь пить из лужи, из которой пьют коровы, и ничего не сделаешь. Ну, вот, как бы, такая ситуация. Дальше. Многие обратили, что у них подстриженные ногти, да. Спрашивают, чем стригут. Прям много про ногти написали, молодцы, наблюдательные. Дело в том, что тут я хочу не только про ногти сказать. Смотрите, из-за Голливуда, да, и, как, русского Голливуда, тоже русских фильмов, у нас сложилось неправильное отношение к ситуации, что неправильное, да, понимание ситуации, что раньше все были грязные поголовно, куча фильмов, где монголо-татары, например, приезжают, все грязные, одеты в какие-то лохмотья. Сериал «Викинги» вы смотрели, да, когда, там, здесь кусок кольчуги, тут какая-то тряпка непонятная, там, помните этот «Тринадцатый войн», где они из одной чашки, там, кто сморкнется, кто из нее хлебнет, кто рот пополочит, выплюнет. Такого не было категорически. Смотрите, как бы, «Воин» — это верхушка сообщества, это самый богатый человек, это лицо племени, деревни, семьи, там, родоплеменной общины, да, это, как бы, взитная карточка, то есть они должны всегда выглядеть подтянута, браво, осанка, выправка, все должно быть. И, естественно, они все всегда во всех культурах, регионах и во всех нациях следили за своим внешним видом. Что папуасы, что викинги, что славяне, что монголы и все-все остальные. Например, вы, когда фильмы смотрите, вы не забывайте, вот в этом, помните, «Тринадцатый войн» или, например, фильм «Викинг», да, русский фильм, где они все в грязи, там, с ног до головы. Профессиональный воин — это богатый человек. Например, меч в то время стоил, как сейчас, спортивный «Мерседес» или «Сабля», например, да, но при этом они скачивают на лошадях, там, какие-нибудь татары с саблями, и при этом у них, значит, одеты они как бомжи грязные все. Ну, вот сейчас человек, который ездит на спортивном «Мерседесе» новом, да, модном, там, последняя модель, но при этом у него нет денег, чтобы провести себе воду, помыться, принять душ, и он ходит в обносках, в рваных каких-то, весь грязный. Ну, как бы, это нереально совершенно. Тогда было точно так же. Каждый Масай — это гордый воин. Если он будет ходить грязный, там, с нестриженными ногтями, и сам нестриженный, в первую очередь, про всю его деревню, всю семью и весь его род скажут, что это позор вообще, да, то уберите этого товарища, он нас позорит. Значит, поэтому все воины и вообще, в принципе, все люди за собой следили всегда. Например, еще с Древнего Египта производство духовок было поставлено на очень широкую ногу. Расчески находят во всех захоронениях, вообще во всем. У бедных деревянные, у богатых, у самых богатых золотые могут быть, они серебряные, но они присутствуют во всех культурах. Например, в огромных количествах находят копаушки. Это такая штука, ее делали из дерева, из кости, из серебро, золота, медь, неважно. Такая штука, на конце как ложечка такая, да, такая металлическая в основном она находится. Больше всего их находят металлических, из разных металлов. Это уши чистые, серые из ушей, чтобы уши хорошо выглядели чистыми. Например, находят пинцеты для выщипывания бровей и много-много разных других штук. Вот, поэтому все за собой всегда слетили. Значит, как стригли ногти? Вообще, раньше медь, бронза использовали, а давайте с каменного века начнем. В каменном веке просто скалывали кремень и брали вот маленький такой кремевой камешек с острым краем. Ногти вот так просто срезали, да, кремень позволяет проводить такие операции. Значит, потом бронза, медь уже появились или специальные короткие такие ножички с широким лезвием. Точно так же держали его и так вот ногти потихонечку срезали аккуратно. И довольно рано появились ножницы. Ну, там не шуруп был и две прямых палочки, да, с лезвием на конце. А там вот такая штука и здесь пружинка. То есть, они так подпружинивали. Загуглите фоточку. Там средневековые ножницы, например, да. Единственный момент, что африканские народы, то есть, в Африке не было меди и олова. Соответственно, у них не было ни медного века, ни бронзового века. Они сразу перебрыгнули в железный век. Железа там, железной руды было довольно много, поэтому они очень-очень рано вошли в железный век. Например, на тысячу лет раньше, чем на территории современной России наши предки, да, вошли в железный век. Потому что там железная руда была, вот, ее было легко добывать, она была под ногами. Поэтому ножницы и, соответственно, возможность постригать ногти у них появилась очень рано. Так, с этим разобрались. Да, вот многие написали, что поют песню на языке Зулу. Спасибо, я гуглить не очень люблю. Я люблю больше раз спрашивать. Все, кого спрашивают, все говорили, мы не знаем, что это за язык. Но это, кстати, довольно странно. Почему Зулу? Ну, непонятным. Зулу живут на ногу южнее. Это территория современного ЮАР примерно. Это не так мало километров. Как бы, ну, представьте, например, если бы снимали мультик про, например, алтайцев, а пели там за кадром на грузинском. Ну, то есть, или наоборот, да, то есть, тоже довольно странно. Но спасибо, что подсказали. Так, расскажите про их быт, гигиена, тоже заметил аккуратные ногти у Масаев. Лечение, роды, распределение обязанностей, распределение обязанностей у женщин-жен. На каком уровне межличностные отношения женщина-мужчина, отец-ребенок, молодежь-тарики. Много об этом с ними говорил, сейчас расскажу вам, да. Так, с чего начнем? Давайте с быта и гигиены. Вы по предыдущим поездкам обратили внимание, что с водой у них очень серьезные проблемы. Есть деревни, ну, вот в этой деревне есть озеро, они там регулярно моются. Прямо в озере купаются, моются, плавают, да. Значит, оттуда же пьют. Есть деревни, где десятки километров вокруг, нет воды вообще, в принципе, то есть, ну, никакой нет воды. Поэтому, конечно же, они не моются. То есть, люди не моются, ну, дождь пошел, помылись. Мне мой партнер по драгоценным камням, которые в Аруше находятся, да, там, где у нас офис, рассказывал, что регулярно приходят Масаи из каких-то далеких деревень, где нет воды, от которых жутко воняет, там начинают задыхаться сразу все вокруг сотрудники. Он им дает денежку, говорит, вот через дорогу отеля, иди сними номер, помойся, ну, я тебя оплачиваю, да. И говорит, что нередко бывает случай, когда Масаи говорит, а мыться, а как это, покажи мне, пожалуйста. Он там просит кого-то из сотрудников, говорит, покажите ему там как, что такое принимать душ, да. Это, в принципе, не говорит ни в коем случае от отсталости, о какой-то отсталости, да, или там о тупости, глупости. Ну, действительно, нет воды, где ты ее возьмешь, негде взять совершенно. Вот, поэтому есть деревни, да, где гигиены практически, она, по сути, отсутствует вообще, то есть ее нету. Есть где есть, но вот этим повезло у них нормально, то есть от них не воняло. Вот, лечение. Есть два вида лечения. Дальше у нас будет, я посещал шамана, который лечит людей травами, то есть травмная медицина присутствует, они знают, если случилась та или иная болезнь, какие заварить человеку травки, то есть они или отвар делают, или траву сушат, толкут до состояния порошка, разводят в воде и просто выпивают. Вот, я пробовал, у меня есть все это на видео. В травах не разбираются, то есть траволечение у них присутствует именно настоящее, да, а они знают, какая трава от чего, то есть это не какие-то наговоренные, просто травку какую-то сорвали, наговорили и выпили, нет. И, соответственно, есть современная медицина, но туда нужно ехать, то есть туда обращаются в крайнем случае, не всегда, не все могут себе это позволить. В Танзании присутствует бесплатное образование, бесплатная медицина, но это еще доехать надо, то есть нет денег на автобус или пешком дойти до дороги какой-то, поэтому не все, естественно, в больницу попадают. Я думаю, это одна из причин, почему мы не видим ни на одном видео каких-то вот больных детей, взрослых, инвалидов, хромых, косых, мы уже об этом говорили, да. Вот, когда медицина или вообще нет Элимава, обычно больные все детишки умирают в раннем возрасте и до взрослого состояния не доживают. Роды принимают на месте, старшей тети у тети помладше, там рожают постоянно все на конвейере, на потоке, я думаю, что принимают роды, умеют все у всех. То есть в роддом массайские женщины не ходят, чтобы рожать, такой практики нету. Значит, распределение обязанностей у женщин-жен и у мужчин, да. Мужчины только пасут скот и за ним ухаживают, то есть, например, принимают роды у коровы любимой, там корова заболела, заклеймить их, например, новых, там, да, родились, подросли, выпасти, вылечить от чего-то. Все, больше мужчин не занимается ничем, женщины строят дома, женщины ходят за дровами иногда, там, километром, где вот, например, опять же, деревня, где мы, вот, в первой серии, там вокруг леса, ну, на многие километры нет, то есть, они прям далеко ходят. А дрова нужны каждый день, да, чтобы готовить. Рядом на горе был маленький лесок, где массаи едят, мужчины именно тот, лес, трогать нельзя, он священный, то есть, надо ходить куда-то совсем в другое место. И женщины ходят за водой, там, где надалеко и, в принципе, где близко, везде, да, нужно, то есть, это все на плечах женщин, то есть, в принципе, вся работа. Массари мужчины не признают и презирают ручной труд, я уже об этом говорил, то есть, это все остается женщинам, но даже женщин не допускают, да, какой-то другой работы, например, на фабрике, на заводе, на производстве где-то считается это, ну, презренно там работать. Так, значит, дальше. Дальше. Вот, то есть, они знают, кто кому где родственник, кто с кем, когда смешивался, они обычно уходят очень-очень далеко, у них куча легенд, истории, вот я сейчас читал там по религии, что обычно несколько дней надо туда идти, несколько дней обратно, чтобы себе привезти жену, которая не является твоей родственницей. Вот, и, кстати, к слову сказать, это один из мифов о том, что близкие родственники не должны смешиваться, тогда все дети родятся родами, больными и нежизнеспособными. Почитайте, например, можете даже погуглить в Википедии, но вообще-то известный исторический факт, это один из примеров, таких примеров очень много. Почитайте про шкуну Баунти. Очень известная история. Были, значит, на шкуне Баунти там матросы и офицеры, матросы восстали, как это часто бывало, поубивали офицеров, высадились на каком-то острове, украли там себе, захватили местных туземных женщин. Это где-то в тропических морях, я сейчас, это неважно, не будем уточнять. Потом популили на другой остров, необитаемый, высадились там, и там что-то получилось, несколько мужчин и несколько десятков женщин. И в данный момент на этом острове живет то ли 80 тысяч человек. И это все между собой родственники, и они нормально, вполне размножаются, растут, развиваются у них. Смотрите, если, например, есть врожденный порог сердца, да, то, если мы, например, если я жену беру на стороне, то есть шанс, что у моих детей он передастся, но есть шанс, что и не передастся, потому что жена здоровая, да. Но если и я здоров, и все остальные здоровы, и мы начнем скрещиваться, ничего не будет. Вот, это вот какая-то легенда, она почему-то присутствует, я не знаю почему, то есть если больные есть, то тогда да, тогда это проблема, тогда все будут больными. Вот, скорее всего, это и поэтому и пошло. Вот, если люди здоровы, то, как бы, внутри семейные браки какие-то близкие родственники смешиваться могут, и таких примеров, вот, пожалуйста, шху на баунте, почитайте довольно много. Но, тем не менее, Масаи ходят очень далеко, приводят жен, и не общаются никогда больше с тещами и тестями, то есть с родителями жены больше никогда не общаются. Жена может сходить, отпроситься на какой-то праздник, там, на 2-3 дня к себе в деревню, но, как правило, это не практикуется, потому что работы просто очень-очень-очень много. И, ну, сейчас она пойдет гулять в деревню, а кто работать будет? Мужчины-то не могут работать, правильно? Вот, поэтому такое крайне редко бывает. А если он ее будет бить, калечить, она может сбежать обратно в свою деревню, но, как правило, к этому относятся негативные все, и в том числе ее семья, потому что тогда придется коров обратно отдавать, и коровы, это важно, да? Вот, никто, то есть разводов никто не хочет. Так вот, когда жена приходит, она должна в первую очередь наводить отношения не с мужем, которого она часто не видела до свадьбы вообще, потому что браки договорные, то есть, как это выглядит? Папа говорит с ног, вот туда 20 километров, вот туда вот, там, значит, деревня, там мой друг детства, там Петрович какой-нибудь, да, Петр Иванович. У него дочка подросла, ты на ней будешь вот жениться, иди забирай товар, вот тебе коровы, вперед. Вот, то есть, они очень часто друг друга до свадьбы не видели, но считается, что они и так наводят свои отношения, а очень важный момент, новая жена должна наводить отношения с женами предыдущими, поэтому там есть у них какая-то традиция, что они должны вместе прожить две недели сначала до церемонии бракосочетания. Есть такая ситуация, что через две недели жены, ну как старые жены, первые жены, да, могут сказать, знаешь, нам не подходит эта новая жена, ну ее нафиг, давайте отыгрываем обратно все. И такие случаи бывают, то есть, вот тоже интересный момент, да. А еще мне сказали, что у мужа и жены вообще крайне редко бывают моменты, что они проводят время вместе, потому что утром они до рассвета вскакивают, и надо заниматься работой, делами, да, я говорил, что там гонка вооружений, много детей, много коров, много коров, много детей, вот. И вечером, в принципе, если ты за день пробежал, там, не знаю, 20-30-40 километров, или там дрова ты таскала, да, и воду носила, то там уже, в принципе, не до общения, они, как правило, солнце село, они спать ложатся, ужинают и спать все. Сказали, что в неделю даже, время, которое проводят муж с женой, в неделю, это, как правило, примерно 2-3 часа. То есть, вот они могут там наедине побыть, пообщаться. Как правило, для этого общения, вы понимаете, о чем я, значит, перед входом в дом втыкают копье. Вот если копье торчит, что, заходить нельзя, муж с женой общаются. Так, дальше. Отец-ребенок. Детей много, работы у всех много, дети, насколько я понимаю, все, которые слабенькие, помирают. Поэтому мне сказали, ну, это, кстати, тоже стандартная практика, что лет до 5-6, пока малецкий начнет пасти, там, коз или овец, да, отец с ним особо не разговаривает, не общается, ну, как бы, времени мало, зачем на него тратить время, если он, может, завтра помрет, ему там 2 года, например, он заболеет, помрет. Ну, как бы, это нелогично совершенно, и для пользы семьи и племени это неправильно, тратить время на ребенка, который, может, не доживет до 5 лет и не начнет приносить пользу. Когда он начинает уже выпасать скотину, отец с ним начинает общаться. Но опять, сколько он с ним общается, если он с женой 2 часа в неделю может пообщаться, да? Вот, а если их 100 штук, я думаю, что крайне редко они общаются вообще. Вот, я не видел за все время, пока я там был, чтобы они как-то обнимали детей своих, своих именно отцы, да, мужчины. Женщины много видел, да? Обнимали, как-то гладили, целовали, ходили с ними за ручку. Не видел практически такого, очень мало, очень редко. Ну, тут, видите, имидж такого воина, как бы, серьезного дяди, он противоречит. Нельзя. Ну, я, например, знаю, что на Кавказе тоже много, где практикуется именно такая ситуация. Так, дальше. Я тут что-то подмерзаю, у меня пледики. Дальше. Молодежь, старики. Старики в уважении, к ним, как бы, с уважением, с сомниманием относятся. Есть даже там, у них такое, как сказать, разнарядка такая, что вот убили они корову или зарезали козу, кто какую часть получает. Как правило, старики получают самые выгодные, самые вкусные части, самые мягкие. Шею, например, мне сказали, шею, брюшину, вот, и т.д. и т.п. Но, как я уже говорил ранее, оказалось, что самый старый, это не значит вождь. Я раньше думал так, что, типа, старейшина, самый старый, отец вот этих всех, всей этой толпы, огромной народа, ну, он, по идее, должен быть вождем, а, оказывается, нет. Есть самый старый, ну, типа, старейшина, да, а есть вождь. Это разные, разные должности совершенно. Значит, дальше, еще один момент хотел вам рассказать. Я уже говорил об этом, они довольно сильно вупят детей, прям стигают их палками, вообще не стесняются, и таких вот маленьких карапузов тоже, и считают это правильным методом воспитания. Причем даже были истории, что там какие-то приезжали ювелирные компании, хотели войти, да, я об этом рассказывал, и когда увидели, что Масай использует детский труд, то есть они пятилетние дети уже пасут там скотину и выполняют кучу всякой работы, плюс они их еще вупят за это, они сказали, что мы не будем с вами работать, если вы будете так относиться к детям, а Масай сказали, ну, не работайте тогда, и все, вот, и у них ничего не сложилось. То есть, хочу рассказать одну историю, и, кстати, этот метод работает, потому что я не видел, чтобы Масайские дети капризничали, падали на пол, дергали ногами, там, или на землю, да, вопили, орали, вот что-то такое. Хочу рассказать одну историю, мой знакомый, про которого я упоминал, индеец, который мигрировал с родителями в Танзанию, и, собственно, его родители мигрировали, он родился в Танзании, и всю жизнь там живет, ему там нравится, ему не нравится. В Штатах он много раз сюда приезжал, в Ждании Штатов, да. Он рассказывал такую вещь, он однажды ехал с туристами вот на этом большом джипе, там, на ленд-круизере каком-то, и Масайские дети хотели похулиганить, посмотреть, что будет, значит, один мальчик бросил камень в ленд-круизер и разбил лобовое стекло. Значит, он выбежал, этот индеец выбежал из машины, догнал мальчика, этого поймал, говорит, мальчик был совсем маленький, лет 6-7 примерно, и одновременно, с другой стороны, выбежали родственники этого мальчика, остановились и стояли, смотрели, что будет дальше. И, значит, этот индеец мой знакомый, он взял палку и прям очень сильно до крови отстегал этого мальца палкой, и родители или родственники, которые выбежали из деревни, все это увидели, его поблагодарили. Почему? Тут довольно интересная схема. Значит, у Масаев принята такая форма выплаты за любые проступки, допустим, там, убил чужую корову, изнасилование, убили человека, да, там, что-то повредили, у них норма выплаты 1 к 20, ну, вира так называемая, может быть, помните, у викингов, да, так называлось. То есть, любой проступок ты оплачиваешь 1 к 20. И вот этот индеец сказал, что деревня была очень небедной и маленькой, то есть, там не 160 человек, допустим, было, а там 10. Но вот помните, как мы, это как дедушка хромой, за которого вы все переживаете, просите ему виагры завезти, очень бедная, да, деревня, очень бедная семья. И если бы они взяли лбовое стекло из ленд-круизера и умножили его стоимость на 20, все, им пришлось продать всех коров, которые у них были, их и так немало. И, собственно, все, ну, им хана, как бы, им только наниматься в пастухи за еду работать в других деревнях. То есть, один поступок этого мальчика мог полностью уничтожить достояние всей деревни, но когда он его отлупил до крови палкой, он снял выплату. То есть, он таким образом взял выплату, уже плату, да, получил за это стекло, он его избил, значит, все, он больше к ним претензий не имеет. И они его поблагодарили, потому что в другом случае, если бы он его не побил, они должны были бы отдать стоимость 20 лбовых стекол из ленд-круизера. То есть, вот тоже довольно интересная тема. Я думаю, что они подумали вообще, знаете, такие, блин, слушай, проще нового родить, давай, пусть он этого забьет. Мы нового, там, на подходе у нас еще 12, все нормально, без проблем, там, плюс-минус считать, тем более не умеем, какая разница. Но вот, как бы, есть такая схема, и я даже задумался, что, ну, действительно, она работает. То есть, дети с 5-6 лет уже настолько толковые, ответственные, что им можно дать стадо, и они его десятки километров бегают по суд. Я, например, в 5 лет мог только плакать, не знаю, там, играться там, а-тя-тя, тю-тью-тью, вот так вот, как бы, и все. Я такую ответственность, конечно, на себя брать не мог, но вот воспитание дает свои плоды, и, может быть, в этом что-то есть, нужно об этом подумать. Так, об этом поговорили. Читаю вопросы. А, вот об этом тоже много спрашивали. Мне интересно узнать состав ткани, одежды у Масаев, где они приобретают ткани, ткут ли сами? Сами не ткут, ручной труд у них считается позорным, уже говорил, да, с женщинами своими они не разрешают работать, где-то на ткацких фабриках, на станках там что-то ткать. Совсем недавно они ходили в шкурах, это тоже не подразумевает никакого ручного труда. Забил корову, снял шкуру, одел и пошел. Ну, там козьи они помягче, да, или овечьи. Вот, есть версия, что потом им завезли эту моду на клетчатые пледы шотландские войска, которые приехали в составе английских плавниальных войск. И похоже, что это правда, потому что других версий, где они могли это взять, в принципе, нет вообще. Придумать случайно что-то настолько сильно похожее, ну, вряд ли, как бы история таких примеров знает крайне мало. Одежду они все покупают, я думаю, что англичане начали им продавать эти шотландские пледы, просто, скорее всего, дьявол или вот эти пледы, которые они перекидывали через плечо. И очень быстро наводили мануфактуры, на которых и работали тогда, и работают до сих пор местные оседлые народности банту, да, банту это союз племен. Вот, значит, называется это, плед этот шука, шука бывает льняная, бывает шерстяная. В Африке, в саванне бывает довольно прохладно, особенно ночью, значит, как и дьявол удобный, носитесь куда-то ночью, надо по диван сбегать, там, не знаю, за скотиной поухаживать, там, корову ночью ради дивана, например. А льняная в жару, они наматывают на себя льняные, то же самое, мы спрашивали про главный убор, главных уборов у них категорически нет, они делают очень просто, когда идет сильный дождь, допустим, там, несколько дней подряд, или когда очень жарко, они просто вот так накидывают, вот, и вот так, да, только покрасивее, не так криво, как у меня. И, собственно, как капюшон, вот так вот, да, в ней ходят, вот, примерно так. Вот, то есть, им тоже можно печь голову, шансов намного меньше, чем для нас, но, тем не менее, они ее тоже прикрывают, и где-то на видео даже это все есть. Вот, если очень пыльно, они также обматывают лицо ей. Так, был еще вопрос, чем красят, это все современное производство, текстильные красители, все, естественно, тоже химические, современные. Сами они охрами, всякими корешками, все это не выкрашивают, и, в принципе, у них вот этого всего производства нету, оно полностью отсутствует, они знают, как это делать, они покупают вот там, в поселке в каком-то. Я покупал, у меня тут с собой комплект есть, я просто приехал, там прям магазин такой большой, там прям есть обложка, на обложке масса, две жены, все как положено. Вот, производство именно местное, Танзания, в Кении тоже есть, я специально узнал, потому что вы в комментариях писали, что это китайские, китайцы им завозят, нет, не китайцы. Так, женские головные уборы, из чего изготовлены? Головные уборы у женщин, потом такие бусы, наручи такие вот, браслеты большие, и на ногах тоже есть. Это все бисер, бисер им, естественно, тоже завезли европеец когда-то, вменивали там, не знаю, на что-то, на земли, наверное, или на скот. Бисер они тоже покупают, сами не производят, категорически. В основном, образцы, которые я имел возможность подержать в руках, в основном это вообще пластик, то есть, как бы проблем с этим никаких нет. Сами вот эти бусинки, да, они пластиковые. Так, дети сидят у матерей за спинами, как, простите, дети в туалет ходят, ведь это, типа, малыши-груднички, вот так ходят, без памперсов, без ничего, просто они там стирают, а где постирать нельзя, я думаю, что просто вытирают там задницу травой, да и все. Вот, ну, как бы, люди живут практически в полном отсутствии водопровода и вот даже питьевой воды, то есть, если тебе нечего попить там, ну, заботиться о гигиене, никто, естественно, не будет. Так, дальше читаем. А, ну, вот про кровосмешение поговорили, то есть, во-первых, это не так опасно, как нам часто преподносят, во-вторых, они стараются брать из самых далеких деревень себе жён, да. У Масаев в Африке английский на уровне, да, на уровне, потому что все, кто учились в школе, у них большая часть предметов преподается на английском, учебники тоже на английском, я об этом говорил. Так, дальше. Сейчас листаю. Так, про непокрытую голову рассказал. А, вот. Как относятся к белым, нравятся ли белые девушки, критерии красоты у Масаев. Смотрите, ситуация в чём. Тёти все, в основном, у них страшные, да, но они на них охотно женятся, по многу с ними плодят детей. И рассказывают, что они их любят, и они видят их красивыми. То же самое с папуасами. Я, кстати, вот на днях выложу видос. То есть, мы когда с папуасом ходили с нашим проводником по папу, мы ему говорим, ну, а там тётя прям, ну, реально кошмар. Ну, примерно как Масаики. Как 99.9% Масаек. В принципе, сначала тяжело, если серьги убрать и ходить в мужскую одежду, ты, в принципе, и хрен угадаешь, где тётя, где дядя. У вас то же самое. Совершенно мужественные мужские лица. Мужские фигуры тоже тонкие, длинные, нигде никаких закруглений положенных вообще нету. Совершенно почему? Потому что у них очень тяжёлая жизнь. Они всю жизнь занимаются очень тяжёлым физическим трудом. И, соответственно, все тонкие, красивые, женственные, кругленькие там, значит, просто помирают. Ну, это действительно так, они помирают ещё в детстве. Выживают только сильные. Сильные – это что значит? Это значит, у них много тестостерона, мышцы хорошо развиты, гормоны ближе к мужскому типу, да. Соответственно, они некрасивые все. То есть, вот, как бы, красивых Масаек более-менее на фоне остальных симпатичных я видел всего две. Вообще две. А посмотрел я их, ну, несколько тысяч, наверное. То же самое на Папуа. Мы спрашивали, вот мы там по Папуу ходили, и нам навстречу постоянно шли люди. Мы говорим, покажи нам красивых. Он говорит, вот, вот смотри, вот, вот. Ну, а там был реально прям мрак вообще вот совсем. Поэтому у них сдвинуты критерии красоты. То есть, их женщины им кажутся красивыми. И самое главное качество вообще в женщине – это она должна быть сильная. Сильная. Чем она сильнее, тем за неё отдают больше коров. Всё остальное вообще никому не интересно. Чё она там, красивая, некрасивая. Она должна быть сильная, чтобы много дров могла нести и много воды таскать. Вот. И рожать много детей. И они вот больше на это ориентируются. Что тетя должна быть бодрая, активная, сильная, там такая жилистая, значит, красивая. Всё, хорошо. Спрашивал, нравится ли им белые девушки. В основном они сначала смущались. Ну, типа, мы не хотим обидеть, там, дра-ля-ля. И потом говорили, что, ну, вообще, все красивые. Это, кстати, я и с Банту тоже разговаривал. Ну, с обычными вот чернокожими. Не массами. Но потом, в конце концов, они говорили, что, ну, ваши не очень. Один мне сказал… А, водитель, кстати, наш сказал мне, что он очень любит цифру 8. Этого, что большая грудь, большая задница, а тут талия, да, и говорит, что, ну, как бы по объёму бёдер, задницы. И, кстати, у них ещё модно, что пляжки тоже толстые такие были, пухлые. Тут, как бы, наши рядом не лежали. То есть, они, конечно, побеждают всех. Местные тёти. И, соответственно, они местным дядям нравятся больше. Они говорили со смущением, что ваши какие-то блекловаты, ну, типа, блеклые какие-то. Ну, у них, видите, они там все чёрные, губы пухлые, глаза чёрные, там, волосы кучерявые. Всё им на голове что-то намотано у них, и одежды разноцветные. А наши как-то на их фоне, ну, бледновато выглядят, ну, по их мнению. Насколько я понимаю, что для многих белые женщины – это какая-то экзотика, да, там. Но по-настоящему красивые всё равно свои, местные. Ну, то есть, у них прицел больше, вот, как бы, на них настроен. Это, в принципе, и правильно. Критерии красоты какие? Сильные. Смотрят на зубы обязательно, потому что зубы – это, как бы, этот, катализатор здоровья, да. То есть, зубы должны быть белые, должны быть на месте все. И у них принц смотреть на дёсны. Дёсны должны быть тёмные. Вот если дёсны тёмные, тёти красивые. Я, вот, с чем это связано, я не знаю, почему так. У негров бывают дёсны розовые, бывают тёмные. Вот тёмные – это, типа, вообще красотка. Так, про ткани было уже. Как убирать жён? Бывод, то есть, братья договорные, самое сильное, самое красивое. Про Черногорию интересно узнать побольше. Вот, погода будет хорошая, всё узнаем обязательно. А, как купить недвижимость, переехать на ПМЖ? Тоже всё буду подробно рассказывать. 20 лет живёте в тропиках, а загар слабенький. В чём секрет? Дело в том, что везде в Азии культ белой кожи. Я об этом много подробно рассказывал. И, как бы, если ты белый, надо оставаться белым. Это красиво, уважаемо, ты умный, воспитанный, образованный. И вообще, ты молодец, если ты белый. Ну, очень простая логика, да? Чёрный, вот, в Азии, да, в Азии. Я имею в виду Таиланд и всё остальное. Если ты чёрный, значит, что? Ты работаешь на улице, значит, у тебя нет образования. Нет, соответственно, статуса, возможностей, интеллекта и всего остального. То есть, тут даже они между собой делятся на белых и чёрных. Про приезжих я молчу. И я, собственно, очень быстро это всё понял и загорать перестал. Ну, и плюс, мне некогда, не люблю валяться на пляже. Некогда всем этим заниматься. Так, про ногти разбирались. Прям про ногти многие спросили. Почему у мужчины и женщины одинаковые стрижки? Потому что некогда за этим ухаживать. Очень много работы, да? И плюс, допустим, и дяди, и тёти вынуждены часто бывать в Буше. Буше-то низкоросовый, такой низенький лес, который больше похож на кустарник. Там вот такие вот колючки, они как гвозди, прям твёрдые. И у меня один раз волосы запутались, там чуть колок не выдрал. Останавливался и выпутывал. А представьте, если ты гонишься за коровой, которая убегает, или за тобой, не дай бог, лев бежит, и ты запутался. Поэтому стараются как можно короче всё состригать, потому что там просто у них-то волосы посильнее и погуще, чем у меня. Просто половина скальпе там останется, если зацепишься. Поэтому просто бреют, всё. Нгору-Нгору, древний метеоритный кратер. Ярик Кузнецов. Ну, тебе-то виднее, конечно, там с дивана. Вообще учёные почему-то считают, что это не метеорит, а вулканический кратер. Ну, видимо, заблуждаются. Тебе нужно срочно им позвонить. Масай без туристов. Поют свои песни, танцуют свои танцы. Да, конечно, этого много вообще во всех африканских культурах. Это ни в коем случае не для туристов придуманное какое-то шоу. Тут, в принципе, зачем придумывать, если есть уже готовое. Да, я много раз с ними об этом беседовал. Они регулярно, то есть просто так от нечего делать. Они не танцуют, не поют, потому что такого, чтобы нечего делать, у них просто не бывает. Возможностей нет. Вот, ну, у них много. Кто-то умер. Выгодно продали коров, праздник устроили, да. Свадьба. Человек родился. Вот, по разным поводам. Там, в принципе, в Африке все постоянно пляжут, поют. У них очень хорошо получается. Поэтому танцы совершенно нормальные и правильные. Вот, хороший вопрос. Четко различимое клеймо на массайском мече. Тут вот даже написал. Гуд он. Гуд ван, да, наверное. М12-216. Вот, и сюда добрались везесущие китайцы. На рукоятку массай переделали на свой манер. Да, действительно, если, то есть, видите, это инструмент, которым они пользуются каждый день. Это инструмент выживания. Потому что, если массай сам или со стадом, со скотиной идет куда-то по саванне, начинает темнеть, ему нужно срочно нарубить много вот этого, опять же, колючего кустарника, чтобы сделать круглую загородку от хищников. Иначе задать всех сажут, и его тоже. Это очень важно, поэтому у них, у всех, то есть, я поначалу смотрю, они все ходят, думаю, ну, это элемент костюма. И, знаете, очень часто, например, в Индонезии есть такой крис-нож, и в Малайзии. Там это тоже элемент костюма, его уж делают там не точат, из незакаленного железа мягкого делают сырого, да. Здесь все не так. Я у многих, правда, ничего не посмотреть, они у всех адски острые, у всех там стоит хорошая сталь. Я не знаю, вот это вот именно марка стали считается хорошей, нехорошей, которую вот вы мне написали, да. Но у меня точно такое же здесь с собой, он реально прям очень острый, порезается легко, и железо там стоит хорошее, качественное. Я знаю, что и китайские, и не китайские, всякие разные другие, все мачеты, которые попадаются, они перетачивают в мечи, и куют свои тоже. То есть, и так, и так, да, об этом будем отдельно серию про оружие записывать. Как сделана рукоять, тоже буду все рассказывать. Так, интересно, есть ли добыча камней на склонах этого вулкана, Горо-Горо. Я знаю, я спрашиваю, то есть, вполне возможно, что там что-то есть, потому что вулкан очень древний, и, возможно, он что-то поднял и вынес на поверхность. Но там не проводили геолого-разведку, это запрещено, потому что это национальный парк. Если даже что-то найдут там очень выгодное, помните-ка, в случае, как со Шпинелем в Махенге, там есть второе месторождение, но там заповедник и власть изобретителей. То есть, здесь будет то же самое. Ни разведку, ни добычу проводить там нельзя. Молодцы, это очень правильно. Так, какие подарки привозить? Масаем, ножи, точильные камни, зеркальца, зажигалки. И, на самом деле, им ничего не нужно. Много раз спрашивал, что им привезти. Ну, вот, допустим, проезжал мимо, говорю, я тут буду ехать через неделю, что вам привезти. Или собираемся в другое место, у водителя спрашиваю, что им привезти. Или у Масая в городе на рынке вот ко мне и говорил, что я еду в такую-такую деревню. Вот как вы думаете, что им купить? Все всегда говорят воды. Вот, как бы, вода это самая важная вещь. Им никакие зеркальца, ножки не нужны. У них, в принципе, все для выживания есть. Вообще, сколько раз был в домах, у них ничего лишнего вообще нет. Ничего. Они не декорируют никак свои жилища. У них нет лишних вещей. Я сейчас объясню, с чем это связано. Смотрите, это полукочевая культура. То есть, вот они жили в этом доме пару лет. Коровы съели всю траву вокруг. Они это все бросают. И вот вещи, которые у них есть, поэтому вещей должно быть мало. Они переносят новое место, там строят новые дома. Поэтому, зачем им вот эти все точильные камни, если они могут просто об камень наточить, да? Зеркальце и все остальное. Это все глупости, которые надо таскать, а в хозяйстве не пригодятся никак. Вот, то есть, у них такой минимализм и спартанские условия. Так, вы черногорец по национальности? Нет, я русский. Так, про головные уборы обсудили. Опять-ка, во смешение. А, вот, из чего тапочки у Масаев. Изначально они делали из кожи. Как раз вот одежду они делали из козьей или овечьей, тонкой, мягкой кожи, да? А тапки, шлепки, ну, у них вот типа шлепок такие были. Такая обувь. Они делали как раз из бычьей шкуры. То есть, там толстая шланг подошву. И сейчас все еще Масаев, которые далеко находятся от цивилизованных мест, они все еще не ходят в шуках. То есть, они носят еще шкуры, да, кожу. И у них тапки сделаны тоже из кожи. Я туда пойду в следующий раз обязательно. Но вот эти вот Масаи, у них уже считается допустимо. Вот, например, носить одежду современную нельзя категорически. Это типа позор, да? Неприемлемо. Но вот обувь из автомобильных шин уже считается носить можно. Об этом буду показывать в следующей части как раз. Прямо покрышки, да, нарезают прямоугольниками и носят. Я думаю, что есть носа вообще не должно быть в принципе. Там армированная покрышка. Так. На тему копья, значит, от конницы им защищаться не нужно, да, согласен. Но от прыжков больших кошачьих помогало при обороне себя стадо и размер подходящий копья для сопротивления при сближении со зверем. ХЗ в мои мысли. Ну, на самом деле, люди так устроены, что мы боимся животных, особенно хищных, особенно когда лев, это же огромная штука, да, очень опасная. И всегда все люди так были устроены, что старались, значит, врага поразить издалека. То есть, масаи именно вот тыкать, не тыкают, даже при обороне, если на них нападают, они всегда кидают. Я нашел довольно много, ну, больше десяти старой кинохроники на ютубе выложено, погуглите, напишите, масаи охотятся на английском или масаи охотятся на львов. Там эта вся технология есть. То есть, они закидывали попьями издали, причем там старались или по кругам окружить, или вообще кругом. Часть убегает, за ними лев бежит, остальные бросают. Потом я видел, за счетами большими не прячутся, один стоит, бросает, другой ему сзади копье следующее подает, он опять бросает. И так делает несколько человек. Если лев на кого-то из них прыгает, они разбегаются. Ну, то есть, очень правильная тактика. Ждать, когда лев до тебя добежит, чтобы ткнуть в него, особенно таким коротким копьем, у него лапа длиннее. У тебя там один удар, все, у тебя шея сломано. То есть, нет, все кидали всегда. Почему копья такие короткие? Я до сих пор, у меня пока идеи нет. Это очень неудобно, с ним же ходить неудобно. Им нельзя опираться на землю, да, то есть, его нужно все время носить. Его на плечо не положишь. Вот, как бы, неудобная штука. Там еще кто-то написал, что похоже на римский пиво, да, очень похоже. Но я проконсультировался с несколькими историками, сам поискал. Все говорят, что у них пересечений с римлянами не должно было быть никаких вообще совсем. Ну, видимо, просто из практической точки зрения как-то вот все это получилось похоже. По размеру похоже, да, сильно. Так, опять про бисер и красители. А, вот, очень многие спросили, почему у Масаи на руке ключи. У них есть какие-то важные вещи, например, деньги, да, там, мобильные телефоны, там, поголовно у всех уже есть. Возможно, у кого-то есть какие-то документы. Я знаю, что мало у кого они есть. Но Масаи, которые поближе к цивилизации, может быть, эти вот, онгор-онгор, они там все пересчитанные, да. Возможно, им и документы выдали. Ну, вот, у них в их домиках обязательно есть какой-то ящичек, там такой маленький замочек. Замочек там сорвать вообще не проблема, но, видимо, тут рассчитано, чтобы там дети будут играть или соседи зайдут, чтобы не стырили ничего или не потянули незаметно как-то. Вот, то есть, и ключи как раз вот от этих ящичков. Если у него несколько ключиков, ну, значит, у него в нескольких домах у каждой жены свой ящичек, а ключики у него. Жену-то доверять нельзя, но все правильно. Так, браслеты, да, делают сами. Бисер привозной тоже обсуждали уже. А, вот. Как думаете, почему у Масаев не сложился, смотрю на время, сейчас еще вот этот вопрос, может, еще один, и все, будем загугляться, да, потому что он уже по кругу у нас идет. Почему у Масаев не сложился единый язык? Такое разнообразие языков и наречий характерно для всех народов на ранних этапах развития, вопросительный знак. Стало интересно, как обстояли дева с рождением языка на нашей территории? Может быть, посоветуйте что-то почитать или посмотреть по этому поводу. Много путешествую, да, одно время фанатично учил тайский, вернее, несколько тайских, и довольно хорошо выучил. И вот тоже обратим внимание, что практически в каждой стране есть, вот, например, в Таиланде четыре тайских языка. Четыре. То есть, они все четыре тайские. То есть, это не диалекты, это не наречия, это действительно разные языки, но они все четыре тайские. Центральный, северный, южный и восточный, получается. Вот. И это все тайцы, языки все тайские, но они друг друга не понимают, когда говорят на своем родном тайском языке. То же самое с Масаев. У них четыре основных языка, я думаю, еще куча диалектов и наречий. Это никак не связано, ранний этап развития, не ранний этап развития, тут как бы не с этим связано. Смотрите, изначально и у тайцев, и у Масаев был один язык. Это была один маленькая группа людей, которая одна, да. Они пришли с Южного Нила, спустились. И смотрите дальше, что получается. Эти поселились вот в этой долине, да. Другие вот за той горой. Третьи вот туда ушли, там за вулкан, допустим, там поселились. Четвертые откочевали вот за то озеро. Ну, потому что всем для выпаса нужна земля. Они не могут жить все вместе, тогда коровы быстро все съедят. А дальше что? Дальше нужно рожать детей, пасти, пасти, рожать детей, рожать детей, пасти. Путешествовать далеко некогда, незачем. Тут вот нужно прямо сейчас заниматься обогащением, разведением скота и детей, да. Вот, поэтому много лет между собой не общались. Или общались крайне мало. Очень яркий пример Папуа. Всего на планете Земля считается примерно 6 тысяч языков. Почему примерно? Потому что ученые очень много продолжают спорить о том, какой из языков является диалектом. Или это действительно отдельный язык вот от этого, от другого, да. Но вот из примерно 6 тысяч языков, примерно 2 тысячи языков, треть языков со всей планеты Земля, да, находится на вот этом маленьком островке на Папуа-Новой Гвинеи. Почему? Потому что там люди живут очень долго. И они живут оседло. Вот они как пришли туда, поселились, так с тех пор живут. Десятки тысяч лет. И им нет смысла. Они самодостаточны. То есть, смотрите, у тех же Масаев, у тех же Папуасов есть скотина, есть картохо у Папуасов, там, свиньи, да. У Масаев есть коровы. Им зачем туда ходить, в другое место, заниматься обменами языков? Смысла никакого нет. И получается, что семья Ивановых тут, Петровы там, Сидоровы вон там. И через там несколько веков смотришь, что у них у всех диалекты, и многие слова уже не понимают. А потом уже разделение произошло на языки. Так практически везде. То есть, я знаю, что в Англии куча диалектов, и бывает такое, что не понимают друг друга, там, в Германии и много где. Для меня остается загадкой до сих пор. Я уже со многими историками разговаривал на эту тему. Мне пока никто четкого ответа не может дать, почему в России один русский язык. Если, например, я из Белгорода еду, например, в Новосибирск, я понимаю там всех. Они говорят, вот мне все понятно вообще, да. Это довольно странно. Даже в Китае вы знаете, что сколько там, 4 или 5 языков. В Индии там под 200 языков. Именно языков разных, языков. То есть, не на речи, не этот, как его, не акцент, а прям языки разные. А на Шриланке я как-то стал разбираться. Вот такусенький островок, там как начал вылазить, что, ну да, народу вроде два, там, милые сингалы. Но оказывается, что сингалы делятся там на горных, морских, прибрежных, вот тех, вот этих и вот этих. И у них там что-то 6 или 8 только у сингалов языков, которые между собой друг друга тоже не понимают. Вот, вот, собственно, из-за длительного изолированного проживания. Потому что зачем ходить друг к другу в гости, если надо, вот, заниматься движухой, работой, да. Плюс ходить в гости это опасно. Плюс вот ты пошел в гости, а кто за это время будет твоих коров пасти. Ну тут, собственно, все понятно. Тут вопрос, почему у нас нету. Вот, вот в этом вопрос. Я имею в виду русских. Почему Масане создадут сборную по баскетболу и волейболу? Им некогда, им надо разводить коров. На баскетболе много не заработаешь, а коровы это деньги. Так. Спрашивают, почему я не приехал в вооружении, в Масайской одежде, с мячом, с дубинкой, вот с этой, да. У меня их три. Вот, ну зачем? Это же будет смешно выглядеть белой в Масайской одежде, выглядит, как это, седло на корове. Сколько Масаи живут? Да, вот тоже у нас одно из заблуждений, что если это папуасы, или это Масаи, или это, не знаю, Чукчи, то они умирают там. А вот, даже кто-то написал. 42-45 лет. Нет, они живут довольно долго, и, кстати, очень часто подольше, чем мы. Почему? Потому что самые больные и хилые умерли еще в детстве, а которые выжили, они уже, если он выжил, все, он уже живет очень долго. У меня есть материал, я буду его потихоньку монтировать. Я был у нескольких пожилых Масаев, и даже некоторые из них знали, сколько им лет. Им там было по 70 лет, по 80, и как бы, ну, то есть... Он если до совершеннолетия дожил, то все, он потом уже коптит много лет. Так, если с болезнями что-то не клеится, если кровосмешение есть, то болеть должны чаще. Это миф. Почитайте, погуглите то, что я рассказал про баунти, и там примеров миллион. Может быть, больные детей просто не кормят? Ну, нет, я думаю, что их кормят, просто действительно помирают еще во владельчестве, и все, все больные, потому что медицины нет. Естественно, выживают только самые здоровые, они дают более здоровое потомство, чем, допустим, у нас с вами, да. Танцы, наверное, все равно лайт-версия, вот везде наши товарищи видят обман. Нет, спрашивал, показывал ты видео, потом мы оставим другим, варуши, на зазибаре показывал, вот то, что я вам танцы показал. Говорят, да, наша традиция, мы именно так и танцуем. Спрашивал, может быть, вы не одеваете эти шапки бисерные, или вот эти бисерные бусы, когда сами танцуете без туистов? Говорят, нет, все, одеваем, именно так и танцуем. Так. Ну, наверное, все, я думаю, хватит. В принципе, самое интересное мы разобрали, дальше там по кругу повторяется, или уже не по теме. Про неандертальцев спрашивают, про города, которые засыпаны якобы землей. У меня есть свое мнение по этому поводу, но это к делу не относится. Как-нибудь потом в следующий раз об этом поговорим. Так, все. Гулять по Черногории мы пока не гуляем. Погода, сами видите, какая. Я приступаю к монтажу следующей части про эту именно поездку. Потом, соответственно, вы пишете вопросы, я на них дальше отвечаю. И так мы всю эту поездку частями выкладываем, разбираем, выкладываем, разбираем. Плюс параллельно я выкладываю поездку. Несколько лет назад у нас была интересная поездка на Яву и на Папуа. Часто про классов спрашиваю. Решил тут повторить, перезалить это видео. Все, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok